Дядя Кадырова говорит, что это не просто так пояс повязывается, это очень символический такой знак, жест. После повязания этого пояса, он уже обязан в случае, если враг нападет на страну, он обязан выйти и защищать. Вот и мы с вами все ожидаем, что такие мужественные ребята, блин, ну вот не поздоровится врагу, если он на нас нападет. Вот удивительный парадокс. Это тот случай, когда держи вора, громче всех кричит сам вор. Вот получается, что те, кто больше всех тут возникали и постоянно вешали на людей ярлыки, либо оказывались этими агентами, либо уезжали домой и шли на поклон Кадырову. Кадыров и Давудов говорили, что первые пойдут на джихад со своими сыновьями, но не едут в Украину. Но почему и сыновья не рвутся на фронт? Насколько же им плевать на репутацию лицов? Я тоже удивляюсь этому вопросу, так как мы же все с вами следили за тем, как растут эти дети. Они же, можно сказать, на глазах всего общества росли. Нам выкладывали постоянно в Инстаграм, как они тренируются, как они кушают, как они кому-то что-то дарят. Где-то веселятся, где-то танцуют, где-то на стрельбищах стреляют. Тут же боксерские поединки, ММА. То есть мы вот это все, все буквально, мы постоянно за этим наблюдали. Мы не хотели этого знать, но это как, знаете, песни Пугачевой были в 90-х. Ты не хотел эти песни знать или слушать, но ты везде их слышал и ты их знал. До сих пор зная тексты песен Пугачевой. Вот это приблизительно такая история, когда тебе это не нужно, но ты знаешь, сколько ему исполнилось, кто ему что подарил, когда он права первые свои получил, получил в кавычках, подарили ему права. В общем, и когда вот ты за этим всем наблюдаешь, и ты думаешь, блин, как мужественно они воспитывают своих детей. Вот они дерутся, вот они тренируются, вот они стреляют. Вот в каких-то таких национальных чеченских одеяниях им повязывают пояса. И дядя Кадырова говорит, что это не просто так пояс повязывается, это очень символический такой знак, жест. После повязания этого пояса он уже обязан в случае, если враг нападет на страну, на село, он обязан выйти и защищать. Вот и мы с вами все ожидаем, что такие мужественные ребята, блин, ну вот не поздоровятся врагу, если он на нас нападет. Это же, вы представляете, это сколько там батальонов будет из этих детей, кадыровских чиновников. Они сформируют как минимум несколько батальонов, они будут хорошо вооружены, у них уже мощнейшая просто подготовка. Они в пух и прах будут развивать всякую мотострелковые всякие дивизии натовские, морских котиков, пекотинцев, кого угодно. И тут вот начинается эта война с НАТО, и мы видим, что ни один из этих людей, которых мы ожидали увидеть на фронте в случае подобного, подобной войны, ни один из них в итоге на этой войне не присутствует. Получается, все эти навыки, которые они годами тренировали, все эти навыки, скиллы, они просто простаивают у них. Как мышцы человека атрофируются, если ты постоянные нагрузки не делаешь. Вот точно так же у них все эти скиллы, они тоже пропадают, атрофируются. По крайней мере, они их не применяют по назначению. И это очень печально на самом деле. Да, если бы совок не развалили, то Дудаев дослужился бы до пенсии, и потом на генеральской даче писал бы мемуаров о своей героической службе в рабосийской армии. Ты знаешь, сослагательство, это, конечно, вещь добровольная, ты можешь это сколько угодно практиковать. Но в этом нет никакой серьезной аргументации. Это лишь твое допущение. Может быть, было бы вот так. Все может быть. Мы не знаем, как было, но мы знаем, как было. Вот это мы знаем. Как было бы, не знаем, но как было, знаем. И вот Джохар Дудаев, хотя мог спокойно, как ты говоришь, из советского генерала превратиться в российского, как остальные все превратились, дослужиться до своей пенсии, и, как ты говоришь, на даче генеральской где-то доживать свои дни. Но он этого делать не стал. Он приехал к себе на родину, возглавил борьбу чеченцев за свою свободу, за независимость. И пал шахидом, иншаллах. Мы делаем за него дуа, мы о нем хорошего мнения. Джохар Дудаев не был человеком идеальным, как и все мы таковыми не являемся. Однако его борьба и его конец в этой жизни, они были очень благими. Поэтому у нас о нем хорошее мнение. И о нем, и о других тоже самое, можно сказать, о Вослане Масхадове. Он тоже мог, будучи полковником на тот момент советской армии, мог дальше продолжить свою службу в российской армии, точно так же дослужиться до пенсии, где-то на генеральской даче закончить свою жизнь. Ведь примеры-то такие есть, тот же Аслаханов, допустим. Вот человек, который пошел таким путем, он не присоединился к борьбе, он как был советским работником, дальше перекочевал в российского работника, стал генералом и вот закончил свою жизнь. Вот вам два примера. Посмотрите, допустим, на Джохара, на Масхадова с одной стороны, посмотрите на Аслаханова с другой стороны. Так, не можем же мы коснуться с вами Кадырова в нашем эфире. У меня есть мой чуткий товарищ, вы о нем уже не раз слышали. Он постоянно держит на контроле все эти кадыровские моменты, их репортажи. И он начал уже недели две, он начал мне скидывать некоторые кадры и говорит, смотри, они снова начали снимать Кадырова крупным планом только верхнюю часть его туловища. То есть лицо и чуть-чуть его грудь, они не показывают его полный рост. Ну что, я тебе точно говорю, у него опять началась какая-то кризис, ну начинается кризис со здоровьем, он опять начинает опухать. Они поэтому его не показывают, у него опять там фигура и проблемы, живот наполнился. В общем, распух. И, ну я соглашался в целом, но не торопился. И вот он мне на днях, ну вчера, по-моему, скидывает его фотографии, которые уже по этим фотографиям можно, конечно, констатировать, что у него, ну тут два варианта. Смотрите, видите, кулаки, его руки, они какие-то круглые, костяшек вообще не видно. Ну, опухшие. И, ну, два варианта, либо это отек, у него опять начались проблемы со здоровьем, с почками, ну, либо он решил сделать руки-базуки. Помните, был такой тип, Терехин, по-моему, его фамилия была, он что-то закачал в свои руки, правда, выше, он в районе бицепс что-то закачал. И его называли руками-базуки. Вот, видимо, здесь, ну, возможно, возможно, маловероятно, но возможно, что Кадыров тоже решил сделать себе руки-базуки. Но, скорее всего, это все-таки проблемы со здоровьем. И, возможно, мы опять скоро начнем все реже и реже видеть Кадырова. Опять на совещаниях нам начнут показывать все, что угодно, но не Кадырова. Ну, зал людей зевающих, засыпающих, какие-то декорации, стены, картины, карты, что угодно. И такая плохая, не членораздельная такая речь. А потом и вовсе Кадырова, возможно, пропадет. Ну, а дальше либо выкарабкается снова, ну, либо придется хоронить нам этого человека. Очень будет, конечно, печально, но мы справимся. Тумсова. Ситуация в Абхазии. Московские олигархи захотели строить гостиницы. Абхазы не хотят быть обслугой в гостиницах. Наш хлеб пытаются забрать. Мы не хотим, чтобы русские приезжали на ПМЖ. Я видел, что происходит волнение. Там даже президент, вроде бы, соскочил из Абхазии. Протестующие потребовали его отставки. Но я, честно говоря, не вникал в суть происходящего. Поэтому я не буду детально это комментировать. Но скажу, что ожидание, что Россия будет просто давать деньги Абхазии. Защищать, ну, точнее, оккупировать Абхазию. Без того, чтобы иметь там какие-то свои интересы. Ну, как, например, строить свои гостиницы. Да и все, что угодно. Не выкачивая оттуда ресурсы. Но это было бы очень наивно, я думаю, так полагать. В том числе, многие утверждают, что вы агенты ФСБ. Но, по-моему, они ошибаются. Вы гораздо хуже любого ФСБ. Так как свои, которые играют на две стороны, хуже любого ФСБ. Я, кстати, сегодня буквально задумался о том, что те, кто больше всех кричали, что я работник ФСБ, агент Кремля, большинство из этих людей либо вернулись домой, нормально попратались с Кадыровым, дай уважение его отцу, его матери, всем там высказали, либо сами спалились тут, что они являются их агентами. Удивительный парадокс, да? Это тот случай, когда держи вора, громче всех кричит сам вор. Вот получается, что те, кто больше всех тут возникали и постоянно вешали на людей ярлыки, на каждого, кто приезжал, люди с реальными проблемами, они сразу вешали на них ярлыки, что это ФСБшники, агенты Кремля. И в итоге эти люди сами либо оказывались этими агентами, либо уезжали домой и шли на поклон Кадырову.